Это письмо после условия. Помнишь, как ты всегда брал меня за руку, гуляя, и говорил, что боишься потерять? Я потеряла тебя я. Это письмо было написано после того, как адресата не стало. Супруг Ольги Цыплухиной Владимир был мобилизован 26 сентября 2022 года. 30 марта, за несколько минут до подъема, в блиндаж прилетел снаряд. Сегодня фотографии письма Ольги среди десятков других на выставке «Жены героев». Сейчас она вместе с подругой возит вещи и лекарства в часть, где служил Владимир. Супруг погиб, а бросить теперь уже нельзя, потому что ребята там остались, и им тоже нужна помощь. Продолжаем помогать и продолжаем ездить. Проект «Жены героев» родился на территории Самарской области ровно год назад. Его поддержал глава региона Дмитрий Азаров. Цель – поддержать участников СВО и женщин, которые живут в режиме ожидания. Проект «Жены героев» вытягивает их вискоре, а он дает им надежду. Он показывает, что они нужны. Эти женщины, которые еще вчера потеряли свои фриски, сегодня стоят с нами в строю и помогают и поддерживают нашу армию. За год выставка переросла в федеральный проект. Он уже охватил 83 регионы страны. В создании выставок принимают участие более 10 тысяч женщин. Проект «Жены героев» оценил президент России Владимир Путин. Альбом, изданный на основе фотографий выставки, был представлен главе государства, губернатором Самарской области в ходе личной встречи в октябре прошлого года. Что можно прочитать в глазах этих женщин? Конечно, любовь, преданность, желание увидеть своих самых дорогих, близких мужчин живыми, здоровыми, желание дождаться их с победой, которая наступит уже совсем скоро. Одновременно с выставкой «Жены героев» открылась выставка «Лица армии». На фотографиях запечатлены лица военнослужащих второй армии, которые находятся в зоне СВО. Рядом письма, адресованные самарцем, которые находятся по другую сторону ленточки. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...